Огромная скорость, бездорожье, грязь и рев лошадей из-под капотов автомобилей. Этим ребятам всего 5-7 лет, а они уже ездят на уровне с профессиональными гонщиками. На первенстве Московской области Крэмер Мотоспорт собрались юные водители со всей страны. Чей автомобиль? Мой. Мой? Нет, его, его, вот это. А вот это мой. А это самый юный гонщик на соревнованиях. Дима Власов занимается автомобильным спортом больше года, хотя ему всего 5 лет. Он с гордостью показывает свой автомобиль, но назвать его детским язык не поворачивается. Мощный бензиновый двигатель может разогнать карт до скорости 100 км в час. А сам Дима охотно делится секретами быстрой езды. Я нажал газ и полностью с поверным рулем без заноса, и чтобы этот занос поймать, проехать, и чтобы боком не встать. До начала гонки остаются считанные минуты. Водители проверяют свои автомобили, а наставники дают советы, как лучше проехать трассу. Поддержать пилотов перед соревнованием приехал мастер спорта, чемпион России по автомобильным кольцевым гонкам депутат Михаил Раев. Мы в свою очередь, естественно, развиваем автомобильный спорт. Я сам являюсь мастером спорта по автоспорту. Сами начинали тоже с картинга. Сегодня мы посмотрим то, что делают наши дети. Они у нас являются лучшими в России. Показывают очень хорошие результаты. Я думаю, сегодня они нас тоже удивят. Наша задача поддерживать весь детский спорт, не только автоспорт, мотоспорт, технические виды спорта, все виды спорта. Борьбу, легкую атлетику, все, создавать условия для занятия, чтобы наши дети росли здоровые, крепкие и чтобы им было чем заниматься. После старта страсти наклеились нешуточные. Спортсмены идут нос к носу, из-под колес летит грязь и трава. А у родителей пилотов перехватывает дыхание от волнения. Посмотрел, что трасса была построена специально для детей, легкой ее не назовешь. Длина около километра, и каждый участник должен сделать 8 кругов. И за каждым поворотом его ждет испытание. Или лужа, или яма, или грязевое препятствие. Не обошлось и без драмы. Курган Африя при попытке обгона вылетел с трассы. Машина застряла в траве, и вытаскивать автомобиль пришлось с помощью буксира. Аккуратнее, ты как бы сел к нему на хвост, хорошо ты сидишь, уверенно, все. Обойти не можешь, и начинаешь к нему туда стучаться. А пилот второго автомобиля стал настоящим героем. После столкновения у машины оторвало переднее колесо. Казалось бы, кара должен потерять управление. Но водитель Генрих Скуланов доехал трассу до конца всего на трех колесах. При этом умудрился занять почетное бронзовое место. Когда обратный поворот, я вообще, я просто прямо ехал и все. Я никого вообще не знаю. То есть просто колесо вышло из чати? Только 25-й меня там подрядило, чтобы обогнать меня. А, ну потому что на трех колесах-то медленнее. Гонки проходили в трех категориях – D3 Micro, D3 Mini и D3 250. Чем старший гонщик, тем мощнее у него автомобиль. По окончанию соревнований победители наградили кубками, медалями и памятными призами. А самый юный пилот гонок Дмитрий Власов занял почетное четвертое место. Начинаем награждать гибель. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова